Отправная точка автомобильного крестного хода – храм Ушакова. Всего остановок 4. Северный тупик, Осипенко, улица Победы и Огни Саранска. Если их соединить, получится крест. Как говорят сами участники акции, таким крестным знамением они и осеняют Саранск. Чтобы избавиться от каких-то страстей, потому что чудо действительно невероятное, я это прочувствовала. И теперь вот пытаюсь участвовать везде. Что значит прочувствовать? Прочувствовал чудо, призыв Бога. То есть вот все, что... Вот это все магия, одним словом. То есть все может меняться. Но без Бога никуда. Вначале по традиции молитва в храме инструктаж госавтоинспекции – это хоть и крестный ход, а правила дорожного движения для всех едины. Потом икону неупиваемой чаши выносят из храма. Она считается своего рода оберегом от пагубных зависимостей. Это главное действующее лицо всего автомобильного крестного хода против пьянства за рулем. В наше время особенно потребна молитва. Мы с вами знаем, что сегодня на дорогах гибнет не меньше, чем на войне. Господь призывает нас в Евангелии к трезвению. Он говорит – бдите и молитесь, чтобы не впасть в напасть. Господь призывает к трезвению ума человеческого для того, чтобы человек через трезвение проявлял бдительность для сохранения и своей жизни, и жизни других людей. Автомобильный крестный ход против пьянства за рулем начали проводить в Саранске 8 лет назад. Епархия, общество трезвости, Пресвято-Предсеченской церкви и госавтоинспекция. Помогает ли этот способ навести порядок на дорогах? В такой статистике, естественно, не существует. Но проблема нетрезвого вождения по-прежнему есть. К сожалению, не все наши водители осознают всю опасность, когда они садятся за руль в нетрезвом состоянии. Если говорить о статистике, то несмотря на снижение в этом году основных показателей по количеству ДТП с участием нетрезвых водителей, то количество погибших в этих ДТП, к сожалению, увеличилось. Поэтому мы стараемся всеми способами обратить внимание наших граждан на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Колонна из 10 машин двигается в сторону первой остановки в район Северного тупика. На улице сильный мороз, но от традиций не отступают. В каждой точке икону выносят из автомобилей и читают Акафист. Каждый год количество участников автомобильного крестного хода увеличивается. Это значит, люди готовы и со своими страстями бороться, и мир окружающий менять в лучшую сторону. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости. Спасибо.